Зал новый будет на 654 места, с балконом, да, сцена, вот она будет дальше, вот эта стена переносит на 10 метров. Заместитель директора Саратовской филармонии показывает, какой по проекту должна быть новая сцена. Больше мест, хороший свет, современное оборудование. Все это пока только на бумаге. Накануне 75-летия, который филармония должна отметить в следующем году, ее коллектив вспоминает совсем другую дату. Пять лет назад в здании случился страшный пожар. С тех пор о своей судьбе артисты могут сказать только одно. Мы делаем все, чтобы существовать. Мы не живем. Мы делаем все, чтобы существовать. Чтобы у нас остались коллективы, чтобы мы их сохранили. Чтобы к нам продолжали приезжать, скажем так, именитые музыканты. Почему? Как только люди забывают дорогу, все, это место зарастает бурьяном. Пять лет надежд и пустых обещаний. Политическое бездействие исполнительной власти закончилось тем, что актеры обратились за помощью к депутатам. Что касаемо того письма, которое было написано, меньше всего мы из двух русских вопросов, кто виноват и что делать, мы меньше всего хотели искать, кто виноват. Мы оказались в ситуации, но мы действительно не знаем, что делать. Пять лет – это вообще укор власти, что за эти годы ничего нельзя было сделать, ничего не сделали. Главное, что можно было сделать, но не сделали. Не было желания. Власти утверждают обратное, когда нет возможностей, уже не до желаний. Только на начало реконструкции здания по самым скромным подсчетам уйдет порядка 45 миллионов, не считая музыкальных инструментов, которые тоже пострадали при пожаре. Но на все попытки чиновников объяснить свое бездействие брешью в бюджете, Валерий Радаев и заявляет, что решение в любом случае придется искать. Мы уже такие уроки истории знаем. У нас 30 лет делается ТЮЗ, ровно 30 лет. Сейчас вот на 30 лет может уйти филармония. Поэтому такие вещи, которые являются брендовыми для города Саратова, для Саратовской области, и которых не так много, вот таких вот культурных объектов, прежде всего, имиджевых культурных объектов на территории как Приволжского округа, так и Российской Федерации, мы не можем на это смотреть вот так, как нас призывают. Предыдущие финансовые вливания в размере 30 миллионов ситуацию никак не изменило. Деньги попросту не дошли до адресата. Вместо них власти предлагают заморозить объект в связи с тем, что отобительная система в здании не работает, а музыканты уже репетируют на других площадках. На что депутаты отвечают, что второй долгострой в городе никому не нужен. И неважно, где это будет решение найдено, в Москве или еще где-то, но оно должно быть найдено. Ведь работникам культуры все равно, как оно будет найдено. Они делают свое дело. Они представляют лучшие результаты дают в Москве, там где. Да, они-то дают, они заслужили этого. Они уважаемые люди. Выездное заседание единогласно принимает единственное возможное решение – смету и заявление артистов лично направить губернатору области. Тем более, что после обращения коллектива в федеральный центр правительство области уже получило указание разобраться с ситуацией на местном уровне.